Всем привет! Это неделя спорта и я ее ведущая Екатерина Лазарева. В ближайшее время я и мои коллеги расскажем о событиях в студенческом и мировом спорте. Смотри сегодня в выпуске. Обзор игр Рубина и Акбарса. Товарищеский матч по баскетболу. КФУ КГАУ. Студенческая футбольная лига. Первый тур КФУ КАИ. Спартакиады первокурсников КФУ. Легкоатлетический кросс и настольный теннис. Открывает нашу программу традиционный обзор игр Казанского Акбарса в континентальной хоккейной лиге и футбольного клуба Рубин в российской премьер-лиге. Барсы на этой неделе побывали в Хельсинки, в Москве и дома на Татнефть-арене. А Рубин встречался с Нижним Новгородом на центральном стадионе. Все подробности далее в сюжете у Амира Сабирова. Открывает наш обзор гостевой матч Акбарса против Йокереты. Казанцы потеряли перед матчем нападающих Джордана Уилла, Перра Линдхольма, Дмитрия Воронкова, защитника Кристиана Хенкеля, воротарей Ахтямова и Валиулина. Все эти игроки не соответствовали финскому санитарному регламенту. Из-за этого Дмитрий Квартальнов заявил на матч только три пятерки вместо четырех. А вторым воротарем был заявлен нападающий Дмитрий Котелевский. Даже в таком составе барсы смогли дать бой Йокерету. В первом периоде хозяева вышли вперед. Николас Фриман поразил ворота Игоря Бобкова с дальней дистанции. На девятой минуте второго периода Акбарс сравнял. Николай Коваленко протащил шайбу в чужую зону, обыграл защитника с воротарем и забил. 1-1. Две минуты спустя Йокерет опять вышел вперед. Томми Кивисте бросил от синей линии и Николас Фриман давил шайбу с правого фланга атаки после отскока. В этом же периоде хозяева забили еще. Курьезный гол записали на счет Джона Нормана, который отдавал передачу на пятак. А шайба предательским образом проскочила за спиной Бобкова. 3-1. В третьем периоде Акбарс смог отыграть две шайбы. На пятой минуте гости подловили Йокерет на ошибки защитников. И с передачи Михаила Глухова Дмитрий Кагарлицкий бросил точно в девятку. А уже на 18-й минуте барсы реализовали большинство в формате 5 на 3. Александр Бурмистров на Николая Коваленко, тот на Артема Галимова, который замкнул шайбу с пятака. 3-3. Время овертайма, в котором арбитр назначил булит ворота Казанцев за нарушение Кагарлицкого. Ессе Йоэнсу реализовал свой шанс и заработал 2 очка для своей команды. 4-3 победа финского Йокерета. Первый день октября Акбарс гостил у московского ЦСКА и планировал взять реванш за недавнее поражение в Казани. Подопечные Дмитрия Квартального открыли счет только во втором отрезке. Кагарлицкий реализовал большинство своим точным броском с правого фланга. Адам Райдеборн не уследил за полетом шайбы. 1-0. За 2-15 до конца уже третьего периода Кагарлицкий оформил вторую шайбу в большинстве. На этот раз 9-й номер уже слева фланга щелкнул и попал в пустой угловорот армейцев. За 11 секунд до конца матча москвичи все-таки смогли забросить одну шайбу. Автор Антон Слепышев. Передача у Лукаса Уолмарка. 2-1. Акбарс обыгрывает ЦСКА в Москве. 2-го октября Рубин принимал на центральном стадионе футбольный клуб Нижний Новгород в рамках 10-го тура премьер-лиги. Помимо нескольких неточных ударов, первый тайм запомнился травмой защитника Рубина Ильи Самошникова, которого заменил Хвича Кварацхелия на 26-й минуте. Отличную возможность забить имел Рубин в самом начале второго тайма. Арбитр назначил пенальти в ворота гостей за нарушение штрафной площади. Удар Хвича блокировал Артур Нигматуллин с линии ворот. На 61-й минуте судья назначил пенальти уже в ворота Казани. И Николай Калинский без всяких проблем вывел свою команду вперед. 1-0. В оставшееся время Рубин имел хорошие моменты сравнять счет, но распечатать ворота Нигматулина так и не получилось. 1-0. Минимальная победа Нижнего Новгорода. Казанский Рубин с 14-ю очками опускается на 9-е место. 3-го октября в Казани состоялось первое зеленое дерби в сезоне. Акбарс против Салавата Юлаева. В начале первого периода было много борьбы и мало опасностей у ворот, за исключением пары моментов у ворот хозяев. Стартовый отрезок так и закончился бы нулевой ничьей, если бы не гол Артема Галимова на 18-й минуте. Нападающий Акбарса ворвался в чужую зону, убрал защитника на паузе и поразил девятку ворот Юхи Метцевы. 1-0. Следующий гол болельщики дождались лишь в конце третьего периода. На последней минуте гости поменяли вратаря на 6-го полевого, но голов им это не принесло. Напротив, игрок Акбарса Александр Бурмистров смог забросить вторую шайбу своей команды. 69-й номер бросил почти от синей линии и попал в пустые ворота. 2-0. Первое зеленое дерби осталось за Казани. Амир Сабиров. Неделя спорта. Баскетболисты готовятся войти в сезон. На этой неделе сборная КФУ провела свой товарищеский матч против Казанского государственного аграрного университета. О предсезонном состязании и о готовности команд к новому сезону расскажет наш корреспондент Яна Зиновьева. Товарищеские игры в баскетболе являются важной частью начала сезона. На них команды могут присмотреться к новым составам своих противников и к их обновленным тактикам игры. Так, 28 сентября сборная Казанского федерального университета встретилась со спортсменами из агрономического на территории Юлбарсов в Униксе. С первых минут игры мячом завладели спортсмены из Кыгао и сразу же получили два очка, забросив мяч из-под кольца. Федералы, в свою очередь, нанесли ответный удар в виде трехочкового. Так, на протяжении четверти обе команды отвечали друг другу поочередно забитыми мячами. Никто не мог вырваться вперед больше, чем на пять очков. В сборной Казанского федерального была видна командная работа. Несмотря на немалое количество новых игроков и почти три месяца перерыва. Юлбарсы отличились еще и достаточно жесткой защитой, из-за чего получили несколько штрафных мячей в свою корзину от сборной Аграрного университета. Тем не менее, первая четверть закончилась со счетом 24-23 в пользу Кыгао. Во второй четверти КФУ стали играть более стратегично. Противники же, напротив, старали взять победу только агрессивной игрой. Особенно результативно в этой четверти играли баскетболисты Аграрного университета. Третий номер Чункашу и 73 номер Капустин. Однако игроки Кыгао толпились у своего кольца. Федералы же распределились и страховали каждого противника, что помогло им выиграть вторую четверть со счетом 42-38. В третьей четверти игроки КФУ подустали и расслабились. Защита практически отсутствовала. Тем не менее, Юлбарсы старались дать отпор. Целых шесть очков команде приносит 99 номер Арсений Захаров. Но это не помогло. Кольцо было открыто для соперников. Спортсмены Кыгао даже несколько раз забрасывали мяч в корзину абсолютно беспрепятственно. Третья четверть закончилась со счетом 53-60. Не в их пользу. Финальная часть игры прошла напряженно. Юлбарсы не собирались отдавать победу, однако были явно не собраны. От конец игры никакой интриги не было. Кыгао далеко ушел вперед, почти на 10 очков. И выиграл сборную Казанского федерального университета со счетом 83-75. Несмотря на поражение, Юлбарсы держались хорошо. Немалый вклад в это внесли и новые члены команды, которые проходили долгий и жесткий отбор. Из-за чего времени на тренировку основного состава было крайне мало. К слову, в этом сезоне каждый желающий может посетить баскетбольные матчи в качестве зрителя, либо следить за игрой в прямом эфире нашего телеканала. Очень много времени занял просмотр первого курса. Народа было очень много. На прикидке 60 человек пришло первокурсников. Всех их надо было просмотреть. На это ушла почти целая неделя. И, конечно, основным игрокам команды было сложно, практически негде было заниматься. Неплохо. Мы преследуем в этих играх цель свою. Мы хотим просмотреть все, что всех, кто у нас есть. Мало ли, что он делает на тренировке. Еще неизвестно, как он поведет себя в игре. Поэтому ребята, конечно, ошибок наделали сегодня достаточно большое количество. В один момент вообще провалились. Ну, а потом вы, наверное, видели, как сумели сразу буквально за 2 минуты отыграть 10 очков. Неплохо. Неплохо. Для начала неплохо. Яна Зиновьева, Наталья Жирнова. Неделя спорта. Если баскетболисты только готовятся начать сезон, то футболисты уже вовсю играют. Стадион КАИ «Олимп» принял у себя матч первого тура студенческой футбольной лиги. И с самого начала сезона мощная вывеска КФУ против КАИ. За ходом принципиального матча для обеих команд следила наш корреспондент Карина Саяхова. 28 сентября на стадионе «Олимп» прошел первый матч в сезоне. В студенческую футбольную лигу Республики Татарстан 2021-2022 открыли КНИТУ КАИ и КФУ. Это противостояние ждали не только игроки, но и болельщики. Их поддержка чувствовалась на расстоянии и заряжала ребят. На протяжении всего первого тайма командам не удавалось следовать намеченной тактике. Игроки действовали безрассудно, чему свидетельствовали множественные ошибки при обработке мяча. Однако в середине первого тайма КФУ все же удалось разыграться и обострить опасный момент. Но голов им это не принесло. В результате грубой игры обеих команд на 20-й минуте первого тайма судья показал желтую карточку игроку КФУ Артуру Болдуреву и Данису Надфулину из КАИ. До конца первого тайма команды так и не смогли распечатать ворота соперника, и в итоге на перерыв футболисты ушли с нулями на табло. Во втором тайме футболисты разыгрались и к НИТУ КАИ начали выходить из обороны, нанося удары по воротам противника. Особенным выделился Павел Петухов, который был одним из немногих, кто пытался изменить ход встречи. В пятой минуте второго тайма Павел после пары успешных обводок нанес мощнейший удар, который не без усилий отразил голкипер Казанского Федерального Университета. Соперники же в свою очередь хорошо оборонялись и практически не дали поводов для опасных моментов. Матч был на равных и вклад в развитие игры внесли обе команды. Под конец второго тайма стало ясно, что счет так и не изменится. Матч завершился ничьей 0-0. Ожидали много борьбы. Соперник хороший. Выходили побеждать. В принципе, сегодня немного не хватило, но результат закономерен. Карина Саяхова, Яна Гарипова. Неделя спорта. Теперь переходим к локальным новостям. На этой неделе продолжил спартакиада первокурсников КФУ сразу двумя видами. Новая дисциплина – легкоатлетический кросс и традиционный для спартакиада – настольный теннис. За ходом соревнований следили наши корреспонденты и расскажут все подробности прямо сейчас. Кто самый быстрый среди первокурсников? Это удалось выяснить 1 октября на соревнованиях по кроссу в рамках спартакиады первого курса. Данный вид спорта – второй по счету в списке состязаний, в которых студенты добиваются звания сильнейших. Этот вид спорта у нас впервые вошел в программу спартакиады. Надеемся, в будущем мы его оставим, и он традиционно будет или открывать, или будет в программе спартакиады первокурсников. Ковид вновь внес свои коррективы в проведении мероприятия. Забеги были разделены на малые и большие институты. В каждом забеге участвовало не более 12 спортсменов, а также было отменено официальное награждение. Среди девушек выявляли сильнейших на дистанции 1 километр. Юноши же бежали в два раза больше. Данное соревнование полезно не только для спортсменов, чтобы проверить свои силы, но и для университета. Из победителей будет формироваться боеспособная команда для того, чтобы представлять Казанский федеральный на спартакиаде вузов Республики Татарстан. Среди бегущих были действующие кандидаты в мастера спорта по лыжным гонкам и по легкой атлетике. В том числе и Софья Петрова из Набережно-Челнинского института. Спортсменка отличается не только самыми лучшими результатами, но и невероятными успехами в учебе. Два предмета на едином государственном экзамене у Софьи сданы на 100 баллов. До 11 класса было очень легко совмещать учебу и спорт, заниматься любимым делом – легкой атлетикой. В 11 классе стало немножко тяжелее, но я находила силы на отдых, ездила по разным соревнованиям – на Кубок России, на Первенство России по легкой атлетике, на Приволжске федеральных округ и Первенство Республики Татарстан по легкой атлетике. На соревнованиях я очень хорошо, эмоционально мне давала в этом плане заряд. Я разгружалась, приходила дальше учиться, и это все помогало достичь таких результатов. На университетском соревновании спортсменка заняла первое место, пробежав дистанцию за 3 минуты 24 секунды. Следом за ней идет Азалия Сабирова, также из набережной Челнинского института. Свое второе место она получила с результатом 3 минуты 31 секунда. А бронзу забрала Анастасия Карасева из Института международных отношений. Среди юношей первое место забрал Данила Поздеев из Института управления экономикой и финансов. Его результат за 2 километра – 6 минут и 2 секунды. Следом идет с результатом 6 минут 15 секунд Тимур Кузнецов из набережной Челнинского института. И третье место получил Кирилл Казаков из Института филологии и межкультурной коммуникации. У него результат на 2 секунды больше серебряного призера – 6 минут 17 секунд. В командном зачете победил набережной Челнинский институт. Что неудивительно, ведь среди призеров сразу трое его студентов. Наталья Жирнова, Евгений Алмазов. Неделя спорта. 3 октября в Униксе прошли соревнования по настольному теннису. Игры состоялись в рамках спартакиады среди первокурсников. 15 институтов сошлись по обе стороны столов в ожесточенной борьбе. Студенты демонстрировали отличную выдержку, умудряясь передавать по несколько передач подряд. Мечи стремительно летали из одного конца площадки в другой. Закрученный снаряд, особенно после третьей передачи, ускорялся настолько, что за ним сложно было уследить. Но для умелых принимающих такие мячи привычное дело. Вот, легким движением кисти студентка из Института психологии и образования уводит угрозу со своей территории. А вот игрок набережной Челнинского института отбивает непростую угловую подачу со стороны соперника. Вращающиеся мячи – настоящее испытание даже для набивших руку игроков. Неправильный удар и очко уйдет в зачет противнику. А студент из Института математики и механики наглядно показывает класс, в считанные секунды рассчитывает траекторию удара и техничным движением запускает мячик в полет. В общей сложности команды провели по 10 игр, и к концу соревнования определились лидеры. Команда ИПО смогла сохранить превосходство вплоть до финала. Награда за гиперпродуктивность – первое место. Второе место – УИМИМ, а замыкает тройку лидеров набережная Челнинский институт. Диана Жданова, Егор Белоусов, Неделя спорта. Важная информация, которую нельзя пропустить. Уже в эту среду стартует очередной розыгрыш Кубка университета по мини-футболу. 6 октября турнир со стадии 1-16 финала откроет матч Института геологии и нефтегазовых технологий против Института вычислительной математики и информационных технологий. Прямая трансляция будет в нашей группе ВК. Начало в 19.15. Не пропусти! Это была программа «Неделя спорта» и я ее ведущая Екатерина Лазарева. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин